Итак, уважаемые Доны и Доньи, и еще раз здравствуйте. Начал писать и понял, что нет у меня возможности действительно детально прописать очень большое количество информации по кроссовкам, очень большое количество о стельках, о том, какие кроссовки должны быть, кому они лучше подходят, что лучше использовать. И в итоге я все-таки решил записать небольшой подкаст. Сейчас, надеюсь, это тем, кто любит читать, а не любит смотреть, будет не совсем комфортно, но, наверное, пока другого я не вижу. Итак, начнем с первой картинки. Я ее открываю. Вы ее здесь можете открыть отдельно у себя, отдельно смотреть здесь. Значит, с чего начинается выбор кроссовок для бега? Или не только для бега? Это с подошвы. От подошвы зависит то, какое идет сцепление с землей, с асфальтом или со снегом, смешанное какое-то. Соответственно, в идеале иметь как минимум две пары кроссовок для бега. Одна – это для бег по неподвижному участку земли, да, то есть или это асфальт, это очень плотная грунтовка, это какие-то каменистые, возможно, участки. Второй момент – это для бега по снегу, по земле мягкой, то есть включая, особенно если есть участки с грязью. Соответственно, на кроссовках мы видим два основных у нас идут типа протектора. Это гладкие, слегка рифленые, это 3-4. Это с выступающими протекторами, это, значит, рисунок звездочка или рисунок елочка, там они разные бывают, это 1 и 2. И третий, еще один есть вариант, такой совсем гладкий, 5 – это у меня кроссовки для занятия большим теннисом, или игры в настольный теннис, или, допустим, баскетбол на площадке. То есть очень плоская широкая подошва, которая знает, что у тебя на пути не встретится никаких дополнительных препятствий, у тебя очень ровная площадка. Ну и в наличии у меня всегда как минимум 2-3 пары стелек запасных, потому что никогда не бегайте в мокрых стельках. Если вы бегали по дождю, через день-два не факт, что они у вас не просохнут. Вот меняйте стельки перед бегом, это очень важно, то есть берегите свои ноги. Переверну, вот здесь, на данном этапе, очень важно обратить еще внимание, что сразу я, наверное, чуть вперед залезу. Кроссовки номер 3. Если вы посмотрите на них внимательно. Вот видите, вот это место, оно стершееся. То есть там, где должна быть черная полиуретановая, наиболее прочная часть подошвы, черная, то, которое имеет прикосновение, как правило, с асфальтом, в наше время с асфальтом, оно у меня стершееся. Категорически нельзя в таких кроссовках бегать. Эта проблема суставов начинается сразу же. Во-первых, это получается, что внешняя часть пятки, у кого-то, кстати, бывает и наоборот, у кого-то они бывают стершиеся внутри. Это зависит от того, какой, как у вас привыкли ставить постановка ног. У некоторых бывает эта внутренняя часть стирается. Это, если кто-то такое обнаружит, обратите внимание, то есть вам нужно принципиально менять технику бега. Это считается, скажем так, ну, получше, скорее всего, у вас проблемы плоскостопия. Вам нужно менять стельки на более усиленные, с более усиленным супинатором. То есть если у кого-то это есть, то можно поговорить отдельно будет, в комментариях там или что-то еще поконсультироваться. В общем, еще раз я повторяю, да, то есть если вы видите, что у вас на платформе, где-то на внешней подошве идет стирание слоя наиболее прочного, эти кроссовки использовать можно только, не знаю, если я вот держу, допустим, у себя их, если нужно пробежать, ну, шел долго дождь, и знаю, что очень мокрая погода, и мне нужно просто немножко размяться, то я выхожу там на 3-5 километров, может быть, пробежаться, ну, я надену эти кроссовки, я держу их именно для... Мне не жалко их убивать дальше. Соответственно, я бегаю в основном в 4-й, на 4-й, в 4-й кроссовках, кроссовки номер 4, такого типа. То есть, есть продольная, так называемая, я не знаю, как правильно называть, да, супинаторная поддержка, наверное, она... Это облегчение веса кроссовок, это более возможность кроссовкам сгибаться не только по горизонтальной, но и по продольной оси, их можно делать. Как правило, подобные проемы есть сейчас почти у большинства кроссовок, они традиционные, и они позволяют кроссовкам скручиваться вокруг продольной оси, то есть, условно говоря, если вы зажмете пятку, то носок вы сможете легко повращать туда-обратно с зажатой пяткой. Соответственно, для чего это нужно? То есть, когда вы бежите по не совсем ровной поверхности, даже в асфальте бывают у нас выемки и прочее, если у вас очень жестко закреплена подошва, как вот на 5-х кроссовках, то, соответственно, на 5-х кроссовках здесь, то получается, что они довольно жесткие, то есть, для ровной площадки это хорошо, но для неровной у вас нога может в ямку просто пойти вся внешне. Более мягкие кроссовки, 3-е, 4-е и 1-е, они позволяют ноге как раз оперативно реагировать на какие-то мягкие выступы, мягкие провалы небольшие или, допустим, на какие-то камушки. То есть, есть в этом, не буду очень детально в это углубляться, потому что иначе получится безумно большая версия записи. Кроссовки номер 1, я их использую для бега по снегу, по свежему снегу или по грязи. Листаю дальше на картинку следующий 1, то есть, ну, вот все так же оно расположено, вы видите, да, то есть, на 3-е кроссовки они убитые, то есть, я их действительно держу так, на всякий случай, для какой-то грязи после дождя и бега. Кроссовки номер 2, я в них бегаю в очень холодную погоду в таких кроссовках, они теплые, летом они не годятся, потому что, ну, и тоже, ну, понятно, что по снегу получается. Основная нагрузка у меня приходится на кроссовки типа 4. Я, мне нравятся, то есть, мне нравятся кроссовки Asics, раньше это была компания Tiger, то есть, ну, я спокойно могу использовать и недорогие кроссовки, вот, купленные в Дегатлоне, вот номер 0.1, это, там, что-то, их по стоимости, там, по-моему, тысяча-полторы или две тысячи рублей они составили. То есть, хочу обратить внимание, что от цены совсем не зависит от того, насколько они к вам подойдут, кроссовки. Значит, отдельно обращу внимание на кроссовки, не на кроссовки, а на то, что находится в кроссовках под вашей стопой. Это стельки. Значит, обязательно у стелек для бега, у стелек в ваших кроссовках должны быть так называемые супинаторы, которые находятся во внутренней части. Это здесь. Они, во-первых, помогают вам, ноги не расплющиваться при беге, они смягчают нагрузку на суставы, на пясные кости, кости стопы, и они же способствуют лучшей фиксации стопы в кроссовках. Для понимания, вот здесь еще у меня такая же, значит, вид сбоку кроссовок, это стельки, допустим, да, у нас получается. Вот видите, да, насколько взъем поднят. То есть вытащите из ваших кроссовок стельки, если они плоские, выкидывайте их нафиг, и купите, не знаю, через интернет, в дикатлоне, в спортмастере. Подобные стельки, они стоят 500, 700, 800 там, тысячу рублей, или, может быть, в пределах, но они вам сэкономят много здоровья. И, кстати, за счет этого, иногда я советую людям, у кого проблемы финансовые есть, то есть никто от этого не застрахован. Можно купить не очень дорогие кроссовки с не очень дорогие кроссовки, там, за полторы, за тысячу рублей, и купить к ним стельки за хорошие, вот, за тысячу, полторы тысячи рублей. Ну, получается, что вы примерно приравняете это к стоимости, там, кроссовкам хорошим, там, за пять, за шесть тысяч рублей. То есть, если лучше, идеально, конечно, иметь, чтобы сами кроссовки изначально были оснащены подобными стельками с хорошими супинаторами, с поддержкой. И, ну, если нет такой возможности, и бывает, что и дорогих кроссовок просто нет хороших, в том числе, то есть я резко раз ходил в спортмастер, там, какие-то специальные магазины, Nike, Asics, специализированные. Я заметил, что в последнее время у кроссовок тысяч до шести, до восьми тысяч рублей в цене стельки очень, скажем так, очень дешевые. То есть, вот реально они, когда я покупаю, в итоге я купил более дешевые в Decathlon, и они были более высокого качества, чем хорошие, якобы, дорогие Nike. Давайте продолжим по картиночкам идти тут чуть-чуть. Тут, значит, если предыдущая у нас была, так, внешняя сторона, ее внешняя сторона кроссовок касается, да, то есть вы видите, также вот здесь хорошо видны, как протекторы расположены, для чего они предназначены, сразу, что сразу видно. Вот эти вот, вот эти вот выпадинки, которые есть, такие уменьшения, вот эти кроссовки были получше, чем четвертые. Здесь вообще нет фактически такого прогиба, то есть эти кроссовки, они не про четвертые, кроссовки номер два, они очень низкого, получается, качества. То есть это все-таки действительно, ну так, больше ходибельные кроссовки, то есть это не беговые кроссовки. То есть я повторюсь, что я их использую только для бега по снегу, потому что они довольно теплые. Кроссовки номер три, они были летние, то есть сетка хороша, летом хорошо, но это довольно непрочная, то есть рвутся, там, не знаю, после 600-700 километров, особенно у тех, которые в ногти не посвежены. Значит, корки. Значит, кроссовки номер четыре, ASICS, ну, в принципе, довольно тяжелые за счет массивной вот этой мембраны, промежуточной прослойки, толстой. Значит, иногда меня спрашивают, как я отношусь к всевозможным новым кроссовкам, которые, где, которые так называемые, там, у них внутри вставки, там, воздушные вставки, там, пружинки какие-то дополнительно вводные. Мне не понравилось. То есть я понимаю, что через, во-первых, эти, они быстрее придут в негодность, то есть я, у меня кроссовок обычно хватает где-то на тысячу, на тысячу, полторы тысячи километров пробега. Те кроссовки новогодные, они выходят, вылетают и строго гораздо быстрее. Если мы посмотрим, как бегут профессиональные спортсмены, они бегут, как правило, у них именно бегают, тренируются именно вот эта часть у них, вот эта часть у них, она сплошная. Очень редко у кого есть вставки, то есть были так называемые ассистафоры, где ты можешь регулированием, вытаскиванием более-менее жестко, в зависимости от того, это раз или какой у тебя вес вытаскивать. Еще очень хочу отметить, что очень сильно зависит от того, какой у вас вес. Кроссовки обязательно нужно подбирать по весу. Чем больше ваш вес, то есть больше 80, вот эти кроссовки, четвертые, подойдут оптимально. Ваш вес больше 80. Если ваш вес в диапазоне 65-85, то в принципе достаточно вот кроссовок номер 3 по толщине вот этой вот прослойки. Вот этой вот прослойки. В случае, значит, если вы имеете довольно низкий вес, то есть у вас там 40-50 килограмм, то в принципе можно еще уменьшать. толстая прослойка между стелькой и подошвей, вот эта вот вставка, она не хороша для тех, у кого легкий вес. Во-первых, это утяжеляет кроссовки. Во-вторых, у вас могут начаться, скажем так, они будут вас как пружинить немножко сильнее, то есть они просто будут вас толкать. И здесь меняется сам бег, меняется построение бега. нужно просто, ну тут, наверное, я не подскажу, потому что мне нужно видеть это индивидуально, как человек бежит к какой-нибудь техникой бега. Возможно, мы до этого дойдем в будущем, если вы будете выкладывать то, как вы бегаете. И, соответственно, я могу подсказать, какие ошибки, какие кроссовки, какие у вас проблемы. Значит, из нюансов, что я мог не упомнить, наверное, я допишу позже уже на комментариях. Значит, по размеру. Что лучше? Понятно, что в идеале подобрать кроссовки, которые вам идеально подходят по колодке, по длине, по ширине. Далеко не всегда это бывает просто, несмотря на весь большой выбор, который сейчас у нас существует в мире. Ну и ценовая, понятно, что категория очень часто волнует. Мы должны понимать, что лучше кроссовки пусть будут больше, чем они будут меньше. То есть, как только вы берете кроссовки малоразмерки, которые вам давят, у вас могут начаться проблемы с ногтями. Они чаще рвутся. Кроме этого, в кроссовки, которые чуть больше по размеру, я, кстати, почти всегда беру чуть больше по размеру, там на полразмера больше. Что такое полразмера больше? Это когда вы ставите ногу в кроссовки, вы можете мизинец, в принципе, сзади, за пяточку еще запихнуть. Это может позволить поставить более стельки, скажем так, более толстые, более, или там сейчас стельки появились, так называемые, гелевые, которые, соответственно, вам при этом не дадут, не умеют, не сделают кроссовки маленькими. В принципе, все, что я хотел сказать, получилось довольно много. Сейчас чуть-чуть подрежу еще на фоне того, как это видео. и жду вопросов в комментариях. Выкладывайте свои кроссовки, я буду их комментировать, не стесняйтесь. Еще раз, я не напрягаюсь по поводу того, что у меня рваные кроссовки, то есть, это мои, лишь бы они были комфортны по ноге и не мешали мне бегать, не причиняли вред. Следующая, следующая тема будет, одежду мы коснемся позднее, хотя можете спрашивать и здесь, там вообще не принципиально на самом деле, в чем вы бегаете. Пока не зима, по крайней мере, перед зимой, если это все продолжится, наши с вами отношения по зиме, мы отдельно разберем, как правильно подготовиться к бегу в холодную погоду. Холодная погода это 10 градусов и ниже, точнее, я подразделяю где 0, 10, 10, 20, 20, 20 и выше, а также 0, от 0 до минус 10 и от минус 10 и ниже. Это мы разберем позже. Ну вот, пока все, еще раз повторю, что жду вопросы снизу в комментариях. снизу в комментариях. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!